Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск новостей. В студии Аиши Киреева и перед выпуском коротко о главном. Отменить госзакупки из одного источника предлагают депутаты мажористов. Сегодня Западно-Казахстанская область посетил министр здравоохранения Елжан Бертанов. Главная цель визита – это ознакомление с переходом медицинских учреждений на безбумажный формат работы. В области растет число детей больных с сахарным диабетом, а в этом сообщают врачи областной детской многопрофильной больницы. До конца года все медицинские организации Казахстана будут переведены на безбумажный формат работы. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Бертанов в ходе визита в Западно-Казахстанскую область. В нашем регионе пилотный проект по программе «Цифровизация» реализуется уже с начала 2018 года. Электронная очередь и мобильное приложение «Кабинет пациента» уже стали работать в полную силу. В городской поликлинике номер 3 министр здравоохранения появился вместе с Аким Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым. Они ознакомились с работой электронной очереди, функционалом медицинской информационной системы и мобильным приложением «Кабинет пациента». Поликлиники отметили, что с начала внедрения безбумажного формата работы были исправлены некоторые недочеты системы. «Казмит» не интегрирован с другими информационными системами. Допустим, АИС, ИСЛО. ИСЛО – это у нас лекарственное обеспечение, АИС – это у нас посещение. И если эти программы, еще несколько программ будут объединены, проблем у нас практически нет. Мы заносим пациента, смотрим его, все его данные, и это все будет во всей информационной программе. В областной клинической больнице министру презентовали медицинскую информационную систему «Казмединформ». Особое внимание он уделил приемному покою. Ведь первые минуты после обращения пациента – одни из самых важных. Нужно оперативно провести диагностику и назначить правильное лечение. «Начиная от приемного покоя и вплоть до операции, до стационарного лечения и до выписки, все это теперь будет находиться в электронном варианте. Есть нюансы, над которыми нужно работать. Есть кое-какие документы, которые еще остались в бумажном варианте. Но на сегодняшний день совместно с проектировщиками электронной медицинской истории болезни ведутся работы, и постепенно мы будем отходить уже полностью от бумажного варианта». В пилотном проекте по безбумажному формату работы задействовано порядка 40 организаций здравоохранения региона. «С этого года внедряем по всей стране международный стандарт приемных покоев, который предполагает в том числе сортировку, так называемую 3H-систему. Здесь уже началось ее внедрение. Больница входит в пилотный проект, также и 16 больниц областных с других регионов. Мы отправляем специалистов для обучения за рубежом, заведующие отделением, главные врачи. Также специалисты будут обучаться за рубежом, и у нас в стране мы начали программы. Ну, конечно, это потребует изменения самого подхода. То есть, когда больные делятся на три категории, крайне тяжелые, средне тяжелые и нетяжелые, и исходя из этого уже каждый получает своевременно необходимый объем медицинской помощи». Также в ходе визита министр встретился с медицинской общественностью области, где обсуждались дальнейшие реформы в сфере здравоохранения. Роман Копняев, Мирбуладжа Гиппаров, Александр Грабарев, ТДК-42. В области растет число детей, больных с сахарным диабетом. Об этом сообщают врачи областной детской многопрофильной больницы. Проблему заболевания обсудили в ходе конференции, в которой приняли участие педиатры и эндокринологи. Они рассказали, что становятся причиной раннего появления диабета. Сегодня сахарный диабет первого типа – одно из самых распространенных заболеваний среди детей. Как отметили в ходе конференции врачи, наблюдается рост этого заболевания. Если за весь период 2017 года было зарегистрировано 12 больных, то за три месяца текущего года сахарный диабет уже выявили у 10 пациентов. «На сегодняшний день самому маленькому пациенту это год и три. В этом году выявлен ребенок год и восемь, самый ранний возраст. И максимальный возраст стоит до 18 лет. Тенденция именно в этом году из 10 выявленных пациентов превалирует в возраст 7-8 лет». Причиной развития болезни может стать неправильное питание, избыточный вес, постоянная простуда и вирусные заболевания. Банальная ветрянка может привести к поражению подживудочной железы, вследствие чего снизится уровень выработки инсулина, отмечают врачи. На учете с диагнозом сахарный диабет в области зарегистрировано 100 детей от 0 до 18 лет. Все они зависимы от инсулина. Специалисты отмечают, что сахарный диабет может передаваться и по наследству. «Если в семье есть сахарный диабет, дедушка, бабушка, мама, папа, это может повлиять ребенку тоже. Поэтому надо заранее ребенка, если часто болеющий ребенок, измерять сахар крови, если есть какое-то повышение, уже строго надо соблюдать диету, физические нагрузки обязательно. Если избыточный вес есть, тоже надо коррекция веса». Врачи отмечают, что выявить заболевание на начальной стадии бывает очень трудно, поэтому периодически необходимо обследовать детей. Жители двухэтажного дома, расположенного неподалеку от строящегося деповского путепровода, боятся оказаться под завалами. Люди утверждают, что из-за вибрации при возведении объекта в доме появились трещины. Зданию уже порядка 70 лет. В городском отделе жилищного хозяйства отметили, что никакого влияния строительство на здание не оказывает. Путепровод в районе депо начали строить в марте 2017 года. С тех пор жители двухэтажного дома по улице Курмонгалеева 1-2 забыли о покое. Люди утверждают, что спецтехника постоянно шумит, а вибрация ощущается даже в квартирах. Появляются трещины на стенах и потолках, а те, которые уже были, увеличиваются. «Как мост начали строить, вот это эскавата, когда бьет, он чувствует, он может сейчас домой зайти, чувствует такой дух, удар такой. Трещины пошли, появились, у меня потолок на него сыплется. С той стороны трещина пошла, кулак залазит. Ну, видите, смотри, крыша протекает всё». В подъезде дома тоже требуется ремонт. Но люди считают, что делать его нецелесообразно. Они опасаются, что строительные работы усугубят ситуацию. «Идёт стройка, короче, от стройки трещины идёт. Вот смотри, оттуда начинается, а то угол. И всё, вот здесь вон ушла, вот трещина пошла, вот аверка там. И вот как-то долг внутри уже у нас все качается». Самое главное желание жильцов – это добиться признания здания аварийным. Тогда и можно стать участниками программы «Ветхое жильё». Дом по улице Курман-Галеева официально не признан аварийным. Люди говорят, что у них нет денег для того, чтобы оплатить услуги специальной независимой экспертной комиссии. Но в отделе пассажирского транспорта и автодорог уверяют, влияния стройки на дом нет. «Данный дом очень старый, порядка 70 лет с момента постройки данного дома. И он весь покрыт трещинами. То есть уже сам, ну в связи с тем, что он давно был построен, то есть уже естественный износ идёт здания. И то, что там работа производится в ближайшем пути проводит, данный работа не влияет на дальнейшее разрушение данного дома. То есть идёт естественное разрушение. Это не от того, что мы там путепровод ремонтируем, а от того, что он сам дом старый». Правда, при возведении путепровода на нефтебазе строители будут применять более щадящий режим. «При разработке путепровода были учтены моменты, что рядом с путепроводом находятся жилые дома. В связи с этим были разработаны разделы по безопасной работе при монтаже и монтаже путепровода. Также были применены технологии по устройству буронабиланных свай. Это, значит, подразумевает под собой бурение, а не ударная, значит, это сила для установки этих свай. То есть не ударная сила, а именно бурение, при котором вибрации практически не будет. После бурения будут армироваться данные и заливаться сваи уже бетонные». Стоит отметить, что сейчас в аварийных домах живут порядка полутора тысяч уральцев. Роман Копняев, Мирбулат Жагипаров, Александр Грабриев, ТДК 42. Отменить госзакупки из одного источника предлагают депутаты Мажелиса. Сейчас 30% всех закупок, а это 744 миллиарда тенге, это закупки из одного источника, выбранного по результатам несостоявшегося конкурса. Именно этот вид закупок из одного источника содержит наибольшие коррупционные риски. Причем основная доля несостоявшихся конкурсов, а это около 80%, приходится на работы, связанные со строительством. Почему сфера, призванная экономить бюджетные деньги, остается одной из самых коррумпированных? Пакет очередных поправок в систему госзакупок разработали в Минфине, но не все довольны нововведениями. Постоянно реформировать систему закупок требуют постоянные коррупционные риски. Казначейство будет жестко контролировать расходование денег, выделенных застройщиком. Но депутат Пшенбаев уверен, что таким образом Минфин поддерживает монополистов. За право получить тендер имеет право бороться предприниматель из любого региона. С одной стороны здоровая конкуренция, с другой дополнительные хлопоты заказчикам. Сегодня с большей степенью вероятности тендер выиграет фирма, которая находится в другом регионе. По документам у нее все в порядке, но на практике она сама работать не планирует, а ищет здесь на месте субподрядчиков. Те будут работать за более низкую цену. Отсюда и нарекания по качеству. Но сами застройщики против ужесточения требований. Для всех новых строительных компаний рынок закрыт. 5 лет опыта не будет никогда у нас. Мы не сможем открыть новые компании, так как участвовать на сегодняшний день все, у кого будет менее 5 лет, они будут отрезаны от этого рынка и доступа туда иметь не будут. Соответственно, мы считаем, что данные нормы здесь, данная поправка не должна приниматься. Если это нужно регулировать, надо переходить в закон о разрешении и витамы. С одной стороны, от организаторов требуют соблюдать жесткие сроки проведения конкурсов и приличного качества закупаемых товаров. С другой, покупать по минимальному ценовому предложению. Из-за госзакупок в последние годы многие чиновники попали в разряд преступников-коррупционеров, а уж категории правонарушителей и вовсе редко кто избежал. Поставщики, подрядчики спят и видят, как бы урвать какой-нибудь тендер и с минимумом затрат исполнить свои обязательства. В общем, немало нареканий вызывают конкурсы по ценовым приложениям, когда во главу угла ставится низкая цена. Практика европейских стран и Европейского банка реконструкции и развития, когда идет двухэтапный конкурс, когда на первом этапе участвуют все по квалтребованиям, отбирается лучший по квалтребованиям, на втором этапе среди лучшие по цене. Давайте тогда рассмотрим именно двухэтапный отбор, который до сих пор у нас в стране не работает. Но однозначно к строительству так относиться нельзя. Мы говорим о жизни людей, детей, которые учатся и живут в этих социальных объектах, эксплуатируются потом. Другая проблема – тендеры выигрывают предприятия, которые либо малоизвестны на рынке, либо пришли в него ненадолго. Но при этом у них очень хорошая конкурсная документация. Это опасно, говорят юристы. Строительство ведут в основном социальных объектов. Если на рынок сейчас при наличии просто лицензии выйдут организации, не имеющие достаточного опыта работы и материально-технического и трудового обеспечения, мы получим результат, когда начнут падать дома. Вы просто задумайтесь об упрощении этой процедуры. При наличии у тех же подрядчиков и технодорщиков у них должно быть соответствующее материальное и техническое оснащение. Это наоборот надо полификационные требования в технической спецификации ужесточать. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Как видите, эксперты разделились на два лагеря. Одни хотят ужесточить условия закупок, другие против. Проблема в том, что и те, и другие приводят довольно убедительные доводы. Октюбинская область намерена переселить своих жителей, регулярно подвергающихся затоплению. Об этом рассказал Аким региона Сапарбаев на брифинге в Астане. Кроме того, регион проводит проверку всех лифтов. Напомним, в Актюбе лифт разорвал молодую женщину на глазах у трехлетней дочери. Как оказалось, в регионе еще много неисправных лифтов. Теперь обо всем по порядку. Первый важный вопрос, который касается не только этой области, но и всей страны, касался паводков. Как сообщалось ранее, в Акмолинской области планируется переселить жителей от Басара, регулярно подвергающихся затоплению. Потому что стоимость затрат по даме 12 миллиардов тенге. А чтобы построить новый микрорайон из 12 домов, нужно всего лишь 5 миллиардов. Кроме того, если человек уходит с земли, он не только получает квартиру, решается вопрос о выделении садоводческих участков. Аким Актюбинской области Бердбек-Сапарбаев тоже намерен переселить своих жителей, регулярно подвергающиеся затоплению. Здесь есть одна проблема, которая связана с переселением других. Мы сейчас с правительством работаем. Если вы помните, недавно премьер-министр об этом говорил, особенно что касается Ахмолинской области, Актюбинской области, чтобы каждый год вот такой проблемы не было, надо их переселить. Мы сейчас с правительством работаем. Второй важный вопрос, который касается не только этого региона, но и всего Казахстана, касался лифтов. Почему в стране появляются лифты-убийцы? Я тоже сейчас ощущаю какое-то напряжение, когда движешься в лифте. Ведь неизвестно, кем, где и как он обслуживается. Тем более сейчас этот вид деятельности никак не лицензируется. Раньше проводилось лицензирование на право монтажа. На данный момент сокращено около 800 различных разрешений. Сейчас фактически любой может открыть ТО и начать обслуживать лифты. Недобросовестные компании ставят цены ниже себестоимости, то есть демпингуют и заходят на рынок. Могу сказать, что у нас 737 лифтов, из них 258 вышли из срока годности. То есть там 40, там 50 лет работает, из них аварийным, по-моему, 23. Все эти лифты мы закрыли. Сейчас, вы же знаете, все эти лифты находятся на балансе жителей. Это раз. Они обслуживаются частными компаниями. Это два. Но для того, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность жильцов, и второе, чтобы они могли подниматься там 10 или там 20 этажей, мы сейчас из бюджета выделяем деньги. Напомним, в Ахтубе лифт разорвал женщину на глазах у дочери. По словам очевидцев, двери лифта начали открываться и закрываться. Женщина решила выйти. Этот шаг оказался смертельным. Нога женщины застряла, и она оказалась зажатой между кабиной и шахтой. За минуту лифт разорвал внутренние органы несчастной. Пооруженший Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42, Застаны. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. 17 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбулской области задержана преступная группировка, промышлявшая в сфере наркобизнеса, сообщает закон.киза. Ее лидер – это 33-летняя жительница Жамбулской области. У участников группы по месту проживания произведены санкционированные обыски, в ходе которых обнаружены наркотические средства, которые судебная химическая экспертиза определила как героин. Сотрудники полиции у задержанных изъяли героин общим весом 5 килограмм 55 грамм. Денежные средства на сумму 5 миллионов тенге, говорится в сообщении пресс-службы ДВД Жамбулской области. Добрый поступок жительницы Атырау восхитил пользователей соцсетей. Женщина оплатила счета за коммунальные услуги пожилой пенсионерке, потерявшей удостоверение личности, сообщает портал «Мой город». Со слов опубликовавшего видео он увидел, как пенсионерка просила помочь людей оплатить ей долг за коммунальные услуги. Одна из женщин, выслушав проблему пенсионерке, согласилась погасить ее долги, сумма которых составила 10 тысяч тенге. Органы внутренних дел – самые коррумпированные из правоохранительных структур. Только в 2017 году в отношении сотрудников Министерства внутренних дел выявлено 323 коррупционных преступления. Об этом заявили представители Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции в ходе встречи с сотрудниками местных правоохранительных органов. Целью встречи стала профилактическая работа по недопущению коррупционных проявлений. Расследования проводились в отношении 274 лиц, 195 из которых осуждены. Основная масса преступлений в отношении сотрудников органов внутренних дел связана с получением взяток и злоупотреблением должностными полномочиями. В 2018 году на реализацию социальных проектов в Западно-Казахстанской области было выделено 2,5 миллиарда тенге. Но, как отметили в Управлении строительства, некоторые подрядчики не выполнили взятые на себя обязательства. Был подан иск на проектную организацию «ЖАИК-стройпроект». Но сейчас проектировщики устранили недочеты и исправленный проект направлен в госэкспертизу. Еще две подрядные организации не сдали срок возводимые школы. К ним также применили штрафные санкции. В 2017 году было подано у нас два искового заявления. Это на ТО «Алтим» и ТО «СВ+. По ТО «Алтим» подрядная организация не была признана недобросовестным. В частности, что 29 января мы данную школу приняли. Почему? Потому что согласно договорных обязательств они должны были сдать в 2017 году. Но в связи с тем, что подрядчик не успел, мы подали в суд. Но так как негативных последствий для заказчика не наступило, в данном случае было только удержано пеня в размере 5 миллионов тенге. Данную сумму мы направили в налоговый комитет по ЗКО. То, что касается «СВ+.» По первой инстанции мы «СВ» признали недобросовестным. Также удовлетворили наше взыскание пени в размере 5 миллионов тенге. Но это пока первая инстанция. В дальнейшем, возможно, будет апелляция. Я думаю, что, может быть, подрядчик подаст. Поэтому на первом этапе полностью наши исковые требования удовлетворили. Уральские жители жалуются на неубранный мусор в водоохранной зоне. Прибрежная территория в областном центре захламлена до неузнаваемости. В Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования отметили, что они ежегодно проводят акцию «Чистые берега». Но люди должны и сами заботиться о чистоте родного края. Это берег реки Урал. Район конечной остановки 35 маршрута. Возле самой воды стоит контейнер с твердобытовыми отходами. Их уже долгое время никто не вывозит, отмечают жители. Контейнер здесь установили возле пляжа, который горожане посещают в теплое время года. Но мусор здесь копится круглогодично. Уральцы жалуются на мусор, которым засорена прибрежная территория реки Урал. Мы спросили природоохранным ведомствам, какие меры будут приняты по этому поводу. Мусор скопился и в прибрежном лесу. Стеклянные бутылки, пластиковые пакеты, металлические банки. Люди говорят, что твердобытовые отходы смываются в воду. Пастик каждый день, весной и осенью. Бардак как был, так и есть. Не убирают они, что здесь контейнер, что там, там еще дальше, во всему берегу. Все лето. Стекло, пакеты, вот это все. Это беспредел так. Вода грязная, она нет. Сброс идет. Всякой химии все постоянно. И зимой, и летом. Особенно летом. Рыба? Ноль. Из-за сброса химии и отходов, химические отходы постоянно. Все лето, всю зиму идут. И нету ничем. В Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования сообщили, что уже в мае пройдет акция «Чистые берега». В ней примут участие жители всех районов области. В 2017 году в акции участвовали в области 16 тысяч человек. И 235 единиц техники работало в этот день. И в 2017 году 800 тонн мы вынесли мусор. Стоит отметить, что в городе продолжается месячник чистоты и благоустройства. Это время для того, чтобы привести в порядок то место, в котором мы живем. Роман Копняев, Абулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Уралхановские чтения в Уральске собрали талантливых чтецов. Конкурс на лучшее исполнение произведений знаменитого казахского писателя Уралхана Букеева состоялся в Центре искусств имени Кадара Марзали. Организатором конкурса выступило областное управление по развитию языков. Конкурс на чтение произведений известного прозаика Уралхана Букеева собрал 28 участников из Уральска и других районов области. Каждый из них для исполнения выбора произведений по вкусу. Уралхановские чтения мы проводим уже в 17-й раз. Студенты и школьники каждый раз очень охотно принимают участие. Здесь они могут раскрыть свои таланты. Вне зависимости от жанра, все произведения писателя наполнены смыслом, который участникам необходимо было передать в своем исполнении. В этом конкурсе я участвую впервые. Приехал я из Бурлинского района. Выбрала отрывок из любимого произведения Уралхана Букеева. Я очень тщательно готовилась, чтобы своим чтением передать содержание произведения. Выбрать из всех участников самых талантливых предстояло жюри. Гран-при был удостоен студент из ЗГГУ имени Махамбета Усмисова. Обладателями первого, второго и третьего места стали преподаватели и учащиеся Уральского индустриального колледжа, колледжа имени Курмагазе Акжекского района и Уральского педагогического колледжа. Марина Горбук, Ербуламаншин, Растам Жумашев, ТДК-42. Обновить технику по максимально выгодным ценам предлагает покупателям магазин электроники и бытовой техники «Мечта». Только три дня, с 20 по 22 апреля, магазин объявляет весеннее обострение скидок на весь ассортимент товара. Опытные продавцы-консультанты помогут выбрать нужный товар из всего многообразия. Только три дня, 20, 21 и 22 апреля, жители и гости города смогут сделать покупку по самым низким ценам. Выбору покупателей представлен широкий ассортимент товаров. Водонагреватели разных объемов, холодильники и холодильные камеры, многофункциональные стиральные машины, газовые плиты. Скидки действуют и на мелкогабаритную бытовую технику. Пылесосы, утюги, предметы для кухни. Микроволновые печи, мясорубки, чайники, мультиварки. Всех покупателей ждет огромный выбор мобильных телефонов и айфонов, ноутбуки и аксессуары к ним, телевизоры разных диагоналей и моделей. С 20 по 22 апреля сеть магазинов «Мечта» объявляет весеннее обострение скидок. Мы очень рады дарить вам весеннее настроение качеством обслуживания и выгодными покупками, как за наличный расчет, так и в рассрочку. Приходите и осуществите ваши мечты вместе с нами. Не упустите шанс сделать выгодную весеннюю покупку. Скидки действуют только три дня – 20, 21 и 22 апреля. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмангаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамадатова, 10, дробь 1. Это были все новости к этому часу, а я с вами прощаюсь и хочу напомнить, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на электронном сайте www.tdk42.kz и в социальных сетях. С вами была Аиша Киреева. Всего вам доброго и удачных выходных! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи, роллшоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева, фото-жалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков, матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки, потолки с фотопечатью, ширина полотна до 5,5 метров.